Всем добрый день! Доброе утро, я бы сказала, потому что еще время где-то часов 10. Сегодня у нас такая солнечная-солнечная погода и воздух уже совершенно другой, более такой, знаете, прогретый. Нет вот этого морозного, ледяного ветра. Да и вообще сейчас как бы ветра нету. Люди, видите, выборы. Муж мой спит. Рюзгар тут сидит, греется, видите, прям на солнечке, прям вот именно там, где лучики повернуты. Вон вывесила одеялко, чтобы оно проветрилось. Да челешоныш моя сладенькая, челешоныш. Мама, вот видите, босая прям вышла. Да я еще, честно говоря, и в пижаме. Только выпила кофе и сейчас это. Буду уже расчехляться, поделывая свои утренние процедуры домашние, домашние дела. И я сегодня с двух часов работаю. Ужин готовить не буду, потому что вчера приготовила. Не могу сказать, что много. Ну, просто получилось так, что мы с Дианкой еще вчера пирог испекли. Поэтому как-то Диана больше пирог ела. А мы уже с мужем как-то поужин. Ну, короче, осталось на сегодня. Покажу вам вчера еще чем вечером с Дианой занимались. Видно вам, не видно. Не знаю, вот такие вот ногти Диана мне сделала. Это просто гель. Гель-лак. Ну, мне уже захотелось, потому что не знаю прям аж, когда это у тебя под рукой. Я вообще не сторонник этих дел. Но когда это у тебя под рукой, конечно, хочется. Смотришь, ну, вот там картинки. Вы же знаете там Google. Один раз посмотрела, а теперь тебе выдает, выдает и выдает. И прям вот загорелась я, загорелась. Красиво. Руки прям такие ухоженные. Я хотела, конечно, более такой, знаете, ну, вот чтобы были там стразы, камни там. Ну, вот то, что есть у нас. Вот хотела вот эти налепки, чтобы он был объемный. Но нет у нас пинцетика подходящего, чтобы можно было аккуратненько заложить эти камни. Да и по сути нет таких камней, чтобы можно было скомбинировать. Ну, короче, я говорю, Дианке, ты мне положи вот одну вот эту капельку. И мне хватит. А там уже дальше будем что-то думать. Я снова сейчас буду ставить закваску. Хочу вам сказать, я целую, ну, практически дней пять, может быть, неделю не делаю. Сейчас мне ее нужно разогнать. Это остатки у меня. Это цельнозерновой. Сейчас я, короче, поставлю ее. Немножко подросла, видите, хорошая такая дырчатая. Но рост не супер-пупер у нее. Почему-то у меня белая пшеничная. У нее гораздо лучше она гонит в рост, чем в пузыри. А это, наоборот, такая пузыристая, а в рост не очень. Уже начинаю работу буквально через сколько? А, через семь минут. У меня здесь сонное царство. Минош, там у меня, вот со мной тоже будет работать. Только во сне. Помог. Минош, слушайте, сегодня с Дианкой его чесали, чесали. Все равно кучерявится. Эшком его и мыл. И все равно вот он такой. Сегодня с Дианой купили шампунь. Вот, чтобы не выпадала шерсть. И люди пишут, что, ну, как бы хорошо, да, смывает вот эту шерсть. Та, которая отпавшая уже. Ну, и, естественно, будет она красивее, нежели эта. Ну, прям у него, прям он как засаленный выглядит. Не понимаю, почему. Я себе тут на самом деле делаю кофе. Сейчас, секунду. Пойдем посмотрим. Здесь Шифтали тоже балдеет. Вот. Ой, вы видите, ну, просто, просто лежит, лежит. Как барон. Недавно, буквально пару часов назад, захожу сюда, лежит он. А рядом на полу лежит моя пижама. Представляете? И он рядом с моей пижамой. Стянул ее. Зачем-то тут бросил. Вчера вон это, носки мужа. Берет за чем-то, скубет. Кусает их. Муж мой такой, говорит, Ашкин, смотри, смотри. Он их рвет. Я говорю, ну, такая, что делать, забирай, блин. И здесь у меня, как всегда, двойка. Лежит Диана. Вам ее не покажу. Она без макияжа. Она делает уроки, учит у нее контрольное. Это ты что учишь, Диана? Религию или история? Здесь у меня рюзик. И здесь у меня, конечно же, челеша. Это их места. Тут забронированные. Тут, скажи, тут уже заклейменные. Да, рюзгяром. И да, рюзгяр, да, да. Тобой, тобой. Лежи, отдыхай. Диана пошла менять воду. Рюзгяру. Я пошла доделывая свой кофе. И все, время вышло. И помчала я работать. Я закончила уже свою работу. Ой, у меня вот этот зуб снова, период начался, когда вот этот зуб болит. Она же была прописала лекарства. Ну, как бы, вы знаете, на тот момент он перестал болеть. Ну, как-то вот я пару месяцев вообще не чувствовала. А сейчас опять. Вчера болел, сегодня болит. Те лекарства, которые она прописала, к сожалению, не работают, не снимают боль. Мне только снимают этот обезболивающий арвелес. Больше ничего. То я забрала. Ой, гляньте, кто тут у меня сидит. Она прихудала, да. Но она сейчас только чисто корм ест. Больше ничего не хочет. Ну, я имею в виду, там, со стола едут. Она была сырочек была, ела, да, масяныш? А сейчас нет. Вот, товарищ, который ест все и постоянно хочет. И вечно голодный. Ну, вот у Дашки, пока я работала, ходил по магазинам. Диана хочет этого, скажите, капусту. Поэтому купил капустину, купил свеклу, купил морковь. Это прям как-то у меня морковь. Всегда морковь есть. А это, ну, вот закончилось. Так, а вот яйца еще купил. Я здесь их разложила. Яйца, вот видите, я вот так вот приспособила. Вот обрезала бутылку. И вот сюда в нее вот это яйца складываю. Очень удобно. Ой, что мне тут ли они? Даже не видела, что здесь какая-то пыль запылилась. Так, а мне что нужно? Мне нужно, я, наверное, одну курицу оставляю. А одну курицу мне нужно, ну, поделить ее на запчасти и положить в морозильник. И еще тут Ашка мне купил мясо. Мясо с косточкой должен был мне купить. Короче, боже, по чем мясо? Это ужас. 350 лир килограмм на 327 лир. Есть косточка? Да, что-то чувствую. Ну, мне на борщ надо. Поэтому он мне должен был это именно с костю купить. Так, ой, господи, не могу. Так, вот такие вот части. Ну, вот это мне отлично. Так, это тоже. И там еще у меня есть куриные эти спинки. Я это все вместе, как говорится. Ага, и вот это. Ну, а это вот тоже разделю. Чтоб, знаете, но не только куриное. Потому что я хоть и не люблю говядину, но оно все равно какой-то свой вкус дает. Все, вот это я на завтра на бульон. А это по пакетикам. Кстати, вот там сейчас у меня тоже спинка будет. И я тогда вот это все объединю. Диана, выходной подходит к концу. Ой, Дианка, так сидишь. Сзади такая супер-классная стена. Ну, да ладно. Ладно, что сделать? Да, и Диана готовится. Какие у тебя остались контрольные? Скажи нам. История и религия. А, два. Три тяжелых, да. А я думала, три. В общем, суть дела о чем? О чем хочу, чтобы вы послушали вот Диану, как человека, который ходит в турецкую школу, учится. Вот сейчас у них идет период экзаменов, да? Это уже неделя прошла. Ну, то есть экзамены, контрольные работы. Работы, экзамены, контрольные работы, как это правильно, я не знаю. Контрольные, наверное, да? Контрольные, это не экзамены. Да. И вот я хочу, чтобы Диана рассказала все плюсы и все минусы, как это все проходит. Ну, для начала начну с того, что вообще в турецкой школе образование очень плохое. Это факт. Потому что очень часто учителя могут не проводить урок, не приходить на него и так далее. Это, по-моему, уже, я думаю, я показывала не один раз. Но самое главное, что благодаря каким-то там карарам, ну, то есть решений свыше, было принято решение, что в турецких школах обязана проводиться кэллибэк системи. Это система, у меня нет перевода на русский, я расскажу это так. Типа, когда все классы перемешивают между собой. То есть, например... Ну, как бы, а что нет? Система бабочки не подходит? Ну, бабочки подходят, но я имею в виду, что по бабочке непонятно, что это такое. Нет, ну, понятно, ну, хотя бы приблизительно. Видно, что она уже неровная. Типа, да. В одном, например, классе могут сидеть девятиклассники, одиннадцатиклассники, пятнадцатиклассники. Если они как-то, то, 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 то вас всех мешают, короче. Типа, рандомно. Чтобы, типа, не списывали. Но, конечно же, детям это не мешает не списывать. Многие дети, ну, не многие, то только, я бы сказала, смельчаки с телефонов списывают, которое, кстати, запрещено, типа, брать с обобщем или, типа, сдавать. Вот, некоторые, например, шпоры протягивают, на партии пишут, на стене пишут. Чего греха таить, я тоже иногда это делала, это нормально. А расскажу, почему нормально. Потому что, если бы образование было хорошее, некоторые бы хотя бы что-то учили. Но учить невозможно, потому что ты даже не знаешь, что будет на контроле. Тебе тупо это никто не говорит. И иногда даже, если ты спрашиваешь, тебя могут отшить, типа, сказать, типа, вот мы проходили там какую-то тему, та будет, типа, там, допустим, третий какой-то параграф, например, да, не параграф, а вот тема. Типа, а в той теме, ну, страница 150. А ты что хочешь учить? Вообще, что хочешь. Особенно, когда это психология, история, религия, эти предметы очень давят. Ты вообще не знаешь, что может быть. Математика, ты, наверное, можешь догадаться, да? А там вообще нет. Вот. И это очень тяжело. Помимо этого, у этой системы есть очень много минусов. Еще в Хаттайе как-то было это не так заметно. В этой школе-то настолько безответственно. Очень часто бывало такое, что в классе не хватает пар. То есть, например, всего почему-то считают, что 40 пар в классе. Окей. Но в многих классах нет столько пар. Например, в моем классе нет столько пар. Но тебе могут дать 40-ое место. И ты, когда придешь, тебе может быть не быть места. У меня такое было. Это было ужасно. Я села на последний парк, подумала, что 40-ая это последняя. И в итоге оказалось, что 38-ая. Приходит человек, где его место было, и говорит мне, там мое место, вставай. Я говорю, типа, а мне где сесть? Алло, типа, ну, логика. Приходит учитель, в итоге меня куда-то посадили. А сейчас в этом году еще крутая такая фишка началась. Если пар не хватает, тебя тупо из класса выгоняют. Иди ищи в другом классе. Вообще замечательно. Это ужас. Бедный ребенок. Я сколько раз видела, что дети тупо ходят по коридорам, ищут тебе класс. Их не хотят брать. У ребенка контрольное. Он теряет свое время, а тебе все равно. Да, это же опаздывает. Ну, представь. И всем вообще плевать на тебя. Нет, у тебя партия. Твоя проблема. Надо было партию себе, которая, ну, убиваешь, что ли. Я не знаю. Сам решает эту проблему. Еще однажды была такая ситуация. Мне вообще дали учительский стол. То есть мне тупо было написано учительский стол. А где будет учитель? Мне вот интересно, как это видится. То есть мне дали учительский стол, но там постоянно было свободно. Я туда не села. Я села на первую парку просто. Типа, это разная ситуация на самом деле. И ты когда говоришь учителям, типа, у меня учительский стол. Они так удивляются. У меня вопрос, а это не ты это составлял? Я же знаю, что это учительский стол составляет, типа. Так, а мне интересует, Диана, такой вопрос. Скажи, вот ты говоришь, там и девятый, и десятый, одиннадцатый, да, вот это килибек-системы в одном классе собираются. А как же это тебе задание дают? Ну, там, типа, короче, у учителя такая стопка листов. Я как раз таки к этому еще одна есть момент, тоже как у меня сталкивалась. Там, типа, допустим, он, допустим, читает, там, девятый класс физика. Поднимаешь руку. Там, одиннадцатый класс история. Поднимаешь руку. Потому что, когда, например, это настолько рандомно, вот у меня была психология, у другого вестер-класса была физика, у одиннадцатого класса была релье какая-то. Так что очень рандомно. Иногда бывает и такое, что тебе не хватает листика. Опять же, такие, тебе не хватает листика, это твоя вина, иди ищи. Листика ты имеешь в виду с заданием? Да. У меня еще такое, я один раз говорю, типа, что мне не хватило листика, она мне говорит, иди по этому, по другим классам спрашивай. Почему я должна это делать? Мне листика не хватило. Это твоя обязанность. Вот безответственно, все безответственно. То есть такое ощущение, как будто это явно листик съела, а в тебе не даюблить себе. Ну это просто. Я тогда потеряла полурока. Просто потому, что мне листика не хватило. Блин, так, вы же знаете, сколько у вас, допустим, двадцати классников, но в таком-то там классе. Давайте столько же листиков. Вот так вот. Да уж, что сказать. Замечательная система, замечательные правила, на которые детям не мешают списывать в принципе. Также помимо этого, я один раз увидела, как другие дети помогают более младшим. Например, я же в больнице, у меня класс английского, да? То есть у меня хороший английский, я на английском могу свободно помочь девятикласснику. Там такие легкие вопросы. Понятно. Видела, у меня дети тупо листами менялись, помогали друг другу и так далее. Ну так всегда было, как-то стараются, выживают. Ну то есть смысла в этой системе просто тупо нет, я об этом. А, ты об этом. Системе нет смысла, потому что дети все равно списывают, все равно помогают друг другу. Как ни странно, дети другу помогают. И нет такого, что тут дети палят. Дети тут не палят. Тут палят учителя, причем очень активно. Причем учителя реально настолько прям, я не знаю, моя учительница, моя классная руководительность, она прям как терминатор ходит. Я настроила на ее уроке, она мне была в мой класс какой-то рандомный. Вот, она тупо вот так вот ходь по партам, к каждому заглядывает. Однажды у меня был учитель, который тупо возле меня стоял минут 10, смотря у меня близник со чем-то. И не знаю, что там было, непонятно. Типа, прикольно вообще. Ясно. Ну, вот видишь, это вот в этом полугодии, да, контрольный у тебя как-то быстро. Ну, то есть полторы недели, грубо говоря, да, и раз, два, три, все закончишь. Потому что они не укоротили. Сейчас типа же сказали, сейчас же как сделали. Сейчас типа сказали, что география, математика и турецкий должны проводиться, вот, допустим, в определенные числа по всей Турции. То есть во всей Турции в одно и то же время была, допустим, география, она была так. Поэтому им пришлось типа по два, по три они ставили контрольный день. Ну, как бы это ненормально. Ну, представьте, вот один учебный день, например, в понедельник, да, сколько может быть? Две контрольные. Две, у меня после пятницы, ну, на прошлое было три контрольные. Три контрольные. Плюс на английском было Как можно подготовиться? Качественно, качественно. Никак. 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 Поэтому дети списывают с телефона. Ну, так а что им делать? Ну, да, а что ему делать? Хотя, блин, допустим, ты ж не можешь заранее ко всему готовиться, ты ж не знаешь, что будет. В конце-то концов, ты не знаешь, что будет. Поэтому ты просто сидишься перед, ну, типа, за день-два пытаешься готовиться, и то на два урока ты не можешь готовиться, особенно когда там выпадает два, допустим, математических на математику, химия. Как к этому готовиться? А когда мне выпадает там турецкий, немецкий, как? Как? Типа немецкий. Отсюда учить. Да. Да, всё учить. Ну, а как вот ты считаешь твои вот эти вот контрольные, как они у тебя прошли? Как бы ты смогла оценить? Ну, так, типа, 30 плюсов? 30 плюсов? Не-не-не-не-не. Некоторые по этому не нормально, некоторые не очень. По психологии я не думаю, что будет хорошо. Может, где-то 40 будет. Да упаси бог 40, ты такое не произноси. Чего? Пусть 50. Это правда. Ну, так, а что... Я не знаю, может, всё будет, если он меня пожалеет. Пожалеет. Не надо такое говорить. Накрутит на мои слова. Не, ну, правильно. Если бы он дал темы... Так он же бы дал темы. Хотя бы дал? Нет. А, нет. Он сказал, типа, с такой страницы, по такой, там, где-то 100-150 страниц, чтобы вообще... Ну, нормально. Ну, как это можно всё охватить? Ну, это физически нельзя. Ты хотя бы темы назови. Никто не говорит, что ты должен дать подобные вопросы или вообще эти вопросы. А если бы дал эти вопросы, я бы уверена, что и тупни. Выучили. Конечно. А так, кто-то нравится, кто-то выучит. Просто привело в том, что у меня часто такое бывает. У меня постоянно такое бывает. Ты ещё помнишь, что в Хатай... Я учу, но у меня этого нет на контроле. То есть я учу что-то. Да, да, да. А когда было такое ещё... Раньше мы у нас в Хатай пробовали, ещё когда не было этой обязанности колебать системи, нам делали по вариантам. Я выучила очень много тогда по истории, и весь мой выученный вариант был у моей ледоклассницы по парте. То есть я бы её сейчас сделала. Я бы там получила бы 70, но у меня я получила 20. Просто потому, что я не знала этих тем, которые бы были мне. А её тема я знала. Где справедливость? Её нету, блин. Вообще. И как с этим бороться? Как с этим бороться? Поэтому лучшее улучшение, я считаю, не учить сильно. Потому что, как я сделала вывод, учишь, получаешь там 40. Не учишь, тоже столько же получаешь. Не странно. Я поняла. Ладно, надеемся, что всё-таки это полугодие у тебя будет достойно закончиться, Диана. Я тебе этого желаю. Так что всё, держу за тебя кулачки. Спасибо. Спасибо.